Название «Игморт» переводится с французского как «мертвые воды». Вокруг этого средневекового города действительно болотистые равнины, а также богатые солончаки. Именно они дали жизнь и развитие основному здесь виду промышленности – производству морской соли. Около 90% всей французской соли поставляется сегодня на рынок из «Игморта». В городе около 5000 жителей. Это туристический центр департамента ГАРД в регионе Малый Камарк на юге Франции. Это город-крепость, отлично сохранившаяся для 700-летней истории. Стены, башни, ворота, улицы, дома и храмы – практически такие же, какими их построили по приказу Людовика IX в XIII веке. В начале своей истории это был единственный французский королевский порт на Средиземном море. Когда к Франции присоединили Прованс, Эгморт сдал свои позиции более удобному Марселю. Конечно, в жизни города было много войн, потрясений, осад, но мощные крепостные стены сохранили все, что внутри, в законсервированном состоянии. Городок полностью окружен четырехугольной крепостной стеной со сторожевым проходом поверху, с 20-ю зубчатыми башнями и 10-ю воротами. Главным укреплением крепости является башня Луи, сегодня известная как башня Констанца, то есть постоянства. Туристы приезжают сюда, чтобы побродить по узким улочкам, поразглядывать старинные домики с красными черепичными крышами, осмотреть церкви и часовни, потрогать мощные готические укрепления. У каждого из них есть своя история и название. Можно подняться на Констанцу. С ее верхней террасы прекрасный вид на город и окрестности. Эгморт стоит на границе региона Камарк, побережье которого исчерчено многочисленными линиями каналов и лагун. Болотистые пустоши вокруг города – это уникальный природный заповедник, где возможно наблюдать за разнообразием местной флоры и фауны. Здесь вам непременно предложат водную экскурсию. Возможно, любителям речных пейзажей она и понравится, но, на мой взгляд, это развлечение скучновато и слишком затянуто. Тем более, текст гида звучит только на французском языке. А шоу местных ковбоев ничем уникальным не отличается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но в любом случае это своеобразный релакс, завершить который – хорошо бы знакомством с местной кухней. Она заметно отличается от соседнего и такого близкого Прованса, или кухни самого департамента ГАРД. Оценивают эту разницу обычно в одном из многочисленных ресторанчиков прямо в центре города, на площади Святого Луи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Кстати, на главной площади Эгморта установлена статуя короля – молодого и полного надежды, такого, каким он и основал этот город-крепость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова